Девушки отдыхают Похотливых грызунов нужно держать под контролем Не волнуйся, я наверстаю за всех нас Проклятый костюм Как поживает моя любимая лабораторная крыса? Привет, Никсон Как ты? Ты проголодался? Я тоже проголодался Иди сюда Вот так, хорошо Хорошо, да Да Какой ты хорошенький Господи, Никсон Что это? Никсон? Никсон? Что происходит? О боже Нет Это ты сделал Открой дверь Помоги! В 1564 году Нострадамус предсказал, что Земля будет уничтожена тремя ужасными волнами Первая волна уже здесь Меня зовут Кейт Фостер Это мой дневник Инопланетяне убили мою жену, но обвиняют меня в ее убийстве Теперь я в бега Но я не прячусь С помощью предсказаний Нострадамуса я ищу их, охочусь на них, разоблачаю их Я остановлю первую волну Первая волна Частная собственность Проход запрещен Катрен 77, Центурия 9 В арсенале изумрудного города самое маленькое существо становится великим Четыре конницы протрубят конец, принесенный дыханием дьявола А вот и всадник Изумрудный город это Сиэтл, где в бывшем арсенале расположились лаборатории компании Виозор Специализирующиеся на микробиологии Мамус возглавляет нашествие пришельцев на Землю Если он дьявол, который упоминается в предсказании, тогда Виозор каким-то образом связан с планами Гуапа уничтожения людей Эдди удалось запустить вирус в компьютер Виозора Я иду туда, чтобы выяснить, чем занимается Виозор Это герметичный затвор Он предотвращает попадание внутренних желательных организмов Похоже, меня он не заметил Джей Роллинс, Торбо Софтвер Доктор Келли, программный директор Виозора Боюсь, что вы портите свой имидж, мистер Роллинс Компьютерных техников приходится ждать вечно Что вы не знали? Этот имидж мы стараемся изменить, доктор Келли Джейгер, не будь задницей Речь идет о крысолове Тим всегда был немного с приветом Если это означает, что на него нельзя положиться, я согласен Джентльмены, мистер Роллинс, познакомьтесь, доктор Джейгер и доктор Сэмюэлс Мистер Роллинс пришел наладить программу Отлично Вы не похожи на техника Я часто это слышу Тим так и не объявлялся? Не волнуйтесь, док Он объявится обязательно Надеюсь В противном случае он уволен Без объяснений Сюда, мистер Роллинс Крысолову крышка Я рассчитывал увидеть больше сотрудников Микробиологи говорят Единственный размер, который имеет значение Это размер твоего контракта Чем вы занимаетесь? Боюсь, это не очень сексуально Мы имеем дело с сыворотками, вакцинами, средствами борьбы с эпидемиями Лаборатория здесь Серьезное оборудование Это камеры дезинфекции Ультрафиолетовые лампы и противовирусный распылитель Комплекс был построен во время войны в Персидском заливе для разработки биологического оружия А потом его прибрал к рукам Виозор Надеюсь, я ничем не заражусь? Этой камерой не пользовались уже много лет Мы проводим исследования уровня 2 с неопатными веществами Сегодня утром система неожиданно отключилась Что это, по-вашему? Пока рано говорить Но на первый взгляд Это... Это сбой кода Что ж Скажите, когда закончите? Эдди, подключайся быстрее Я не могу говорить сбой кода вечно Расслабься Просто включи мадем в серийный порт Что? Как ты научился пользоваться пультом от телевизора? Пульт сзади, Эйнштейн Может, придешь сюда и все сделаешь? Не шути так, ты же знаешь, как я ненавижу микробов Набираю Есть Добро пожаловать в компанию Виозор Посмотрим У Виозора есть связь с Вимииз, военным институтом медицинских исследований инфекционных заболеваний Программный директор сказала, что они не занимаются опасными болезнями, но камерами очистки явно пользовались А еще они связаны с чем-то под названием крыло Дельты Что это такое? Явно не агентство нянь и гувернанток Я должен идти, Эдди Кажется, Сэмюэлс Похоже, у вас тут серьезный сбой кода Ты один из нас? Что? Я спросил, ты один из нас? Как и все? Я так и знал Вы техники, рождаетесь уже подключенными к сети, да? Мы с крысоловым тоже можем часами просиживать за компьютером Он сегодня не вышел на работу? Да, он единственный в этом мавзолее, кто не пользуется логарифмической линейкой Он занимается тем же, чем и ты? Мы специалисты, старик Келли, классный вирусолог Крысолов работает с грызунами А Джейгер изучает лекарства от рака и все такое А ты? Сэмюэлс У мистера Роллинза есть работа И у нас тоже Мне кажется, это Келли классная штучка Келли классная штучка Понимаю, что ты чувствуешь, приятель Келли классная штучка Келли Ramsной Что вы здесь делаете? Я искал вас. Из-за скачка напряжения слетели программные коды. Мне нужно взглянуть на, главное, распределительную коробку. Сэмюэлс, Джеггер, кто-нибудь из вас может прийти в лабораторию? Они покажут вам, где щиток. А я прошу вас не разгуливать по комплексу. О, Господи. Что-то не так? Что случилось? Образцы пропали. Они пришли в субботу, и их нет. Вспомните, док, в субботу вы сами все закрывали. Здесь никого не было, так? Никого, кроме вас. Я искал распределительную коробку. Зачем мне нужны какие-то лабораторные образцы? Что происходит? Из шкафа пропали образцы. Какие образцы? Ничего особенного. Штаммы гриппа. Тогда к чему такой переполох? Я с ними работала. Нужны эти образцы. Не стоит паниковать, док. Может, крысолов отнес их в главную лабораторию. У него же есть ключ от шкафа. Крысолов к нему и близко не подходит. Хорошо, хорошо. Посмотрю в лаборатории. Только сначала надену костюм. Не хватало только проваляться. Три недели с гриппом. Снимите его, снимите его, свинья, снимите. Это же крысолов. Что с ним случилось? О, Господи. Похоже на сильную вирусную инфекцию. Что за вирус? В лаборатории нет ничего, что могло вызвать такое. Господи, на меня попала его кровь. Я мог заразиться. Его надо отвезти в больницу. Нет. Мы должны подавить ее. Подавить? Что подавить? Что произошло? Не знаю, но никто отсюда не уйдет, пока мы не выясним. Можете подать на меня в суд, док. Но я только что уволился. Она совершенно права. С каких пор ты отдаешь здесь приказы? С этого момента. Не знаю, что ты хочешь, но мне нужно в больницу. Мы можем как-то блокировать здание? Есть аварийная система. Если ее включить, мы будем закрыты на 12 часов. Ключай ее. Давай. Ради бога, Кэлли, не надо. Все нужно сжечь. А пистолет? Металл стерилизовать легче всего. Вы наверняка знаете об этом. Раздевайтесь. Нам нужно пройти дегазацию. Итак, кто вас послал? Вы ведь пришли сюда не для того, чтобы чинить компьютеры. Поступило сообщение о потенциально опасной ситуации в комплексе. Я пришел, чтобы остановить это. Кто вы? Я буду задавать вопросы. Какой вирус убил крысолова? Я не знаю. Вы сказали, что не экспериментируете со смертельными веществами. Это правда. Почему вы связаны с Вимиис? Мне ничего об этом не известно. Но вы же программный директор. Здесь работают и другие люди, мистер. Как вас там? Я не отвечаю за них. Что такое крыло Дельты? Не знаю. Послушайте, мне нечего скрывать. Джеггер или Сэмюэлс могли как-то саботировать систему? Это сооружение было построено, чтобы пережить войну. Генератор, фильтрованный воздух. Мы здесь надолго. Почему здание изолируется на 12 часов? Это идея военных. В случае вспышки вируса, Центр контроля за болезнями может контролировать здание даже при уровне 4. Что такое уровень 4? Самый худший. Смертельное заражение. Лежи спокойно, Сэмюэлс. Как он мог заболеть так быстро? Это невозможно. Ни один вирус не распространяется так быстро. Ни ликорадка Денге, ни Эбола, ничего. Может быть, это новый вирус? Час назад ты был компьютерным техником. Теперь ты вирусолог. Постарайся расслабиться. Расслабиться. Крысоло упал на меня, как гигантский нарыв, а она говорит, чтобы я расслабился. У меня такое чувство, будто во мне что-то сидит. Я не хочу, чтобы оно там было. Вы знаете, что это за чувство? Вы имеете хоть какое-то представление? Я спрашивал Келли, теперь спрошу и тебя, что такое крыло Дельты? А я откуда знаю? Я специалист по иммунодефициту, а не по военным доктринам. Кто имел доступ к шкафу с образцами? Доктор Келли и Тим. Тим? Крысолов. Ты сказал Сэмюэлсу, что Тим не приближался к шкафу, хотя у него был доступ. Тима больше волновали его крысы, а не исследования. Я не знаю, кто взял образцы. В 15 веке крысы распространили по Европе бубонную чуму и уничтожили треть населения континента. Вам нужен виновник? Допросите этих грузунов, если они еще живы. Ты можешь определить вирус? Я и найти-то его не могу. Он может прятаться. А вирусы умеют прятаться? Прятаться, мутировать, даже учиться. Этим хищникам нет равных на Земле. Ты ими восхищаешься. А почему нет? Вирус существовал триллионы лет, а человечество всего пару миллионов. Кто знает, кто унаследует Землю? Плохи дела. Нужна вытяжка из клеток крови. Возможно, мы выясним, как его победить. По-моему, Тим подойдет для этого. Подержи, я возьму анализ. Кто еще есть в здании, кроме нас? Никого. Кто-то передвинул тело. Это невозможно. Тогда он передвинулся сам? Не говори ерунды. Он мертв. Посмотри на него. Смотри, мой костюм. В камеру дезинфекции. Если костюм порвался, мне придется скрести щеткой. Слава богу, костюм не порвался. Спасибо, что помог мне. Надо было пойти туда раньше. В таком состоянии он вряд ли смог бы что-то сказать. Кто знает. Она взяла кровь у всех. Она пытается выделить вирус, а потом убить его. Это несправедливо. Я должен быть в больнице. Прости. Другого выхода не было. Тебе легко говорить. Ты не наглотался крови крысолова. Ты иммунолог, Сэмюлс. Вирус всегда передается через кровь. Вирусом не может быть никакого всегда. Вирус Эбола зародился в африканских лесах, где он зрел и рос, пока не достиг критической массы. А потом началась эпидемия. Он может передаваться через кровь. Другие жидкости, тело и даже через животных, носителей. Например, крыс. Можешь не сомневаться. Желаю приятного дня. Вот он. Вот вирус. Он прятался в клетках крови Тима. Он размножается, пока не уничтожает их, а потом ищет нового хозяина. Никогда не видела, чтобы вирус размножался так быстро. Можешь определить его? Это что-то новое. Нужно время. Нет времени. Ты должна выяснить, как он распространяется. Если размахивать пистолетом, это не случится быстрее. Хорошо. Давай. Эдди, это я. Фостер, что там происходит? Нет, время не объяснять, что ты узнал о крыле Дельты. Их коммуникации защищены лучше, чем деньги в банке, но мне удалось прорваться. Продолжай. Крыло Дельты – это прикрытие ЦРУ. Специализируется на биологическом оружии. Сейчас угадаю. Виозор проводит испытания для крыла Дельты. Верно. Из штаб-квартиры Дельты в Виозор был послан инфекционный реагент под названием «Откровение». В Катрине говорится о четырех колесницах. Может, это означает «четырех всадников апокалипсиса» из книги «Откровений». «Четыре конницы протрубят конец, принесенный дыханием дьявола». Дыхание дьявола. Дыхание дьявола. Что, Фостер? Что? Кто получил образы, Эдди? Кто-то должен был за них расписаться. Здесь не указано. Ладно, спасибо. Фостер? Фостер? Фостер, почему ты вешаешь трубку, когда разговор еще не закончен? Это плохая привычка. Грубо и оскорбительно по отношению к собеседнику. Если ты еще раз так сделаешь, мне придется тебя убить. По-моему, ты здоров. Ведь не ты все это начал. Нет. Нет. Мы тебя повсюду искали. Я должна тебе кое-что сказать. Почему бы тебе не рассказать мне об откровении? Это убило Тима, не так ли? Нет. Не лги мне. Я не лгу. Ты скажешь мне правду, или я вышиб у тебя мозги. Я получила вирус откровения от крыла Дельты. Они хотели, чтобы я проверила его свойства. Зачем? Вдруг иностранные террористы могут работать над похожим штаммом. Ложь. Я говорю правду. Я думала... Думала, служу своей стране. А что именно ты испытывала? Просто химический состав. Ты не пыталась изменить состав? Конечно, нет. Я болен, Келли. У меня галлюцинации. А я не входил в контакт с кровью Тима. Кто-то сделал вирус заразным через воздух. Он передается по воздуху. Я знаю. Я проверила нашу кровь. Мы все заражены. Это план пришельцев сделать вирус уровня 4 переносимым по воздуху. Дыхание дьявола. Кто-то достал его из закрытого шкафа и распространил его. Один из симптомов заражения – бред и галлюцинации. Пришельцы как раз из этой области. Заткнись! У тебя паранойя. Ты маньяк. Мы с Келли тоже заражены. Я не имею отношения к этому вирусу. А ты, снежная королева, так и будешь сидеть, сложа руки? Я принесла откровение в лабораторию и сожалею об этом. Но я его не распространяла. Но кто-то же сделал это. Всегда есть способы узнать, кто пришелец. Мой друг, ты безумен. Ты не в себе. У вас есть соль? Соль? Да, соль. Зачем? Проголодался? Возможно, ты гуа. Ты болен, как Сэмюанс. Не хочу портить вам праздник. Но я чувствую себя хорошо. У нас есть что-нибудь поесть. Умираю с голоду. Что происходит? Не знаю. Возможно, наступила ремиссия. Что, у него иммунитет? Если он не человек. Что с вами? Вы выглядите, как три мушкетера под фенобарбиталом. Не унывайте. Когда тебе грустно, можно сделать одну вещь. Перестань. Если тебе грустно, всегда есть способ развеселиться. Пожалуйста, Сэмюанс. Если собираешься умереть с улыбкой на лице, то тебе все по плечу. Все. Я чувствую себя прекрасно. Проверь его кровь еще раз. Давайте, как вампирдок. Я весь ваш. Центр контроля за болезнями посылает много закодированных сообщений. Если эти двери откроются, они будут тут, как тут. Вирус уже не остановить. А что там на Сэмюэла? Джаггер и Келли. Ничего необычного. Свидетельства о рождении, водительские права, все в порядке. Любой из них может быть пришельцем. Может, кто-то из пришельцев выпустил вирус и удрал оттуда. Черт возьми. Фостер, мы должны что-то сделать. Как, Эдди? Скажи, как? Если я выйду, то распространю вирус, и Гуа победят. Если я доживу до того момента, когда откроются двери, меня поймают. В любом случае, я покойник. Фостер, почему бы тебе хоть раз не поднять свою задницу и помочь мне? Ты не имеешь права так... В чем дело? Хочешь, чтобы я умер? Хочешь моей смерти? Хочешь возглавить дело, увидеть свое имя в заголовках? Ты этого хочешь? Да что с тобой? А то, что мой напарник придурок, который не смог бы самостоятельно выбраться из мусорной корзины. Привет, красавчик. Как дела? Фостер. Ненавижу. Я сейчас тоже от тебя без ума. Держись от меня подальше. Фостер. Фостер, ты болен? Заткнись! Проклятие. Фостер. Что ты здесь делаешь? Ищу тебя. Ты хочешь понять, что здесь происходит, да? Что здесь происходит, Семиалс? Я же сказал, мы специалисты, каждый из нас занимается собственными исследованиями. Никто не видит целой картины. А кто видит? Келли? Она связывает все воедино? Келли. Однажды я слышал, как она по телефону говорила о каком-то секретном выходе отсюда. Но нам она не говорит. В чем дело? Ты болен, Семиалс? Ты все еще заражен. Господи, ты прав? Я себя неважно чувствую. Мне плохо. Спокойно, Семиалс. Спокойно. Ты один из них, верно? Я сразу понял, когда ты сказал сбой кода. Я пришел, чтобы помочь вам. Ты поможешь мне, что самое худшее. Знаешь что? Голод. Я должен поесть. Зачем ты это сделала? Вирус атакует волнами. Он прятался внутри его клеток? Он мутирует. Второй анализ показал, что болезнь вошла в следующую стадию. Жуки. Не было жуков. У тебя были галлюцинации. Я тоже их видела. И Джеггер. Он звонит в ЦКБ, чтобы сообщить им о нашем положении. Сюда не должен никто входить. Иначе мы выпустим вирус. Что нам остается делать? Найти лекарство. И как же это мы сделаем? Один из находящихся здесь людей обладает иммунитетом. Это ответ. Против этого нет иммунитета. Иммунитетом обладают Гуа. Гуа? Пришельцы. Пришельцы здесь ни при чем. Подумай сама. Ты находишь вирус, который убивает всех. Ты работаешь над ним, чтобы он убивал еще быстрее. Общество раскалывается, и они захватывают мир. Без единого выстрела. Если бы я поверила этому, почему ты считаешь, что можешь мне доверять? Я должен кому-то доверять. Келли, зайди в компьютерный отсек. Хочу тебе кое-что показать. Джеггер! Что это? Это мой друг снаружи. Он влез в ваши файлы, чтобы попытаться найти способ остановить вирус. Или распространить его. Это Эдди. Фостер, ты в порядке? Твой друг не может подойти к телефону. Он умирает. Я никогда ему не доверял. А пришельцы? Не мог придумать ничего пооригинальней? Запрямь его вместе с Сэмюэльсом. Может быть, он тебе поверит. Вряд ли. Сэмюэльс... Он покончил с собой. Но как? Он же был привязан. Он порвал ремни. Вытерпеть такую боль, чтобы умереть в камере сжигания? Это безумие. Это я виновата. Сколько осталось до открытия дверей? Шесть часов. Мы дождемся. Если не умрем раньше. Что смешного? Мы все умрем. Все. Кроме пришельца. Опять бредит. Джекгер, тебе лучше прилечь. Нет. Я принесу плазму из другой лаборатории. Может, переливание крови поможет нам продержаться. Кто-то убил Тима. Кто-то изменил вирус. Это тоже галлюцинация. Кто же злодей, Фостер? Ты? Я? Джекгер? Тим и Сэмюэльс мертвы. Будем тянуть спички? У меня есть идея. Проверь кровь еще раз. Только на этот раз. На наличие иммунитета. Ты сумасшедший. А если нет, Кэлли? Если этот вирус убьет миллионы людей? Джекгер, где ты? Джекгер! Подожди. Помогите, пожалуйста! Помогите! Боже мой! Иди! Мы не можем позволить ЦКБ открыть двери. В комплексе установлена отказоустойчивая система. Это обработка тепловым ударом. Она убьет все живое. Включая вирус? Все. Давай сделаем это сейчас. Пока мы способны мыслить. Мы все равно умрем. Это можно остановить. Я знаю, что ты хочешь сделать. Что? Ты пытаешься меня одурачить? Это ты выпустил вирус. Кэлли, нет. С самого начала это был ты. Послушай меня. Не делай этого. Это ты во всем виноват. Подумай сама. Если я создал вирус, зачем мне его уничтожать? Заткнись. Прошу, Кэлли. У нас всего один шанс. Давай покончим с этим вместе. А куда торопиться? Спасибо. Запасы крови из лаборатории. Цуркин сын. Брось. Вы создаете биологическое оружие против людей. Я лишь заставил его работать на мой вид. Твой вид? Это он. Гуа. Да. Нашествие пришельцев – это не бред. И ты помогла нам. Я превратил откровение в переносимую по воздуху чуму, которая убивает людей, а не гуа. Я проверил его на Тиме, и теперь вирус достиг своего максимального потенциала. Вот почему ты не убивал нас. Теперь в воздухе достаточно вируса, чтобы началась эпидемия, как только откроются двери. Как бы сказал Сэмуэлс, вам крышка. И тебе тоже. КОНЕЦ Он сказал, что на гуа вирус не действует. Возможно, нам удастся использовать его кровь, чтобы создать противоядие. Вся кровь была заражена, а его тоже. Он мог подменить пробирки, использовав зараженную кровь Сэмуэлса. Если кровь Джеггера устойчива к вирусу, она может его убить. Что там происходит? Я ввела кровь Джеггера. Она помогает. Она убивает вирус. Скоро подействует. Подожди. КОНЕЦ 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 Девушки отдыхают После включения системы у нас будет 45 секунд А как же наша одежда? Кожа! В тоннеле есть камера дезинфекции Вирус через нее не пройдет Давай Включена система самоуничтожения Быстрее! До теплового удара 30 секунд Пошли! Уходи отсюда! Я не могу! Открой дверь! Я не вбила себе кровь! Почему? Мне не хватило До теплового удара 20 секунд Ты должен выбраться! Нет! До теплового удара 10 секунд Иди! Ты должен продолжать борьбу! До теплового удара 5 секунд Нет! Нет! Субтитры создавал DimaTorzok Фостер! Ты в порядке? Да, в порядке. Тогда чего же мы ждём? Эдди, я там был серьёзно уволен. Я мог наговорить чего-то, чего не имел в виду. Не понимаю, о чём ты. Пошли в машину. Только ничего не строгай, ладно? Ты же знаешь, как я боюсь микробов. В ведущей войне нам придётся беспокоиться не только о тяжёлой артиллерии и ядерном оружии. Теперь даже самый маленький микроб может стать орудием смерти. Я знаю, что Гуа будут использовать все возможные методы, чтобы начать Армагеддон. Доктор Келли согласилась проводить исследование смертельного биологического оружия, и Гуа почти удалось обратить его против нас. С расширением границ науки не следует забывать о том, что каждый шаг вперёд может таить в себе опасность. Будем молиться, что современные гении не приложат руку к созданию оружия для нашего уничтожения. Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok